Ну что, мы пришли сюда, чтобы во второй уже раз убрать то же самое место. Если не смотрели, как мы убирали в первый раз, обязательно посмотрите. Скрипнула рама оконная. Я надеюсь, это ветер. Не хотелось бы сейчас встрять в самый разгар. Грузовик, наверное, надо, но я вытащу, что смогу. Я не стал лезть туда дальше. Там, как бы, комната, понимаете, поделена на две. Вот там вот дальше уже, буквально в нескольких метрах, там уже, собственно, сами вещи пожарных. Туда я уже лезть не стал. Там тоже навалено. Но вот здесь вот, как бы, в первой части помещения. Вот, я оттуда вытащил. Ну, практически все. Короче, только что убирали. Убирали. И прошли, как бы, от этих приямков в сторону главного входа, там, где песком засыпано. Ну, кто был, тут знает. И увидели, как там фонарик начал, ну, мелькал фонарик. Лена прошла вперед, а я вещи оставил возле приямков. Все вещи, камеры, солнечную батарею, хобота свои все, там, дождевик, ну, все, короче. И Лена рванула, Лена рванула в одну сторону, а я, получается, в другую. Подхватил все хобота, вот прибежал сюда. Надо искать лензу, по идее, она должна была оббежать корпус. Да не снимай. Ну, зачем это снимать? Бегу. Да. Короче, я решил вернуться за кульками с мусором. Мы чуть-чуть выждали. Потому что оставлять их тоже нельзя. Тихонечко вынесу. Уже дальше убирать не будем. Главное, я все убраю, что нужно. Все тихо, спокойно. Сейчас нам быстренько, тихонечко собрать кульки с мусором. В Багдаде все спокойно. А вот и кулечки. Зацените, братцы, заглянули в малосемейку. И первое, что я увидел, зайдя, это уточка. Это уточка. Малосемейка, это общежитие семейного типа, ничего интересного из себя не представляет. На самом деле, пустые комнаты совершенно. Или она, походу, нашла грушу. Вот так вот оно выглядит. Пойдем мы поищем лучше что-то более интересное. И занимательное. Вот, кстати, тоже кобеля, видите? Уже как бы разрезанные, пустые. Тоже сразу видно. Орудовали мародеры, металлисты. Охотники за медью, скорее всего. Медя не искали. Приколитесь. Приколитесь, братцы. Это гигантский просто какой-то общественный туалет. Это все писсуары в рядочек. Ну, я бы не сказал, что он детский. Я бы не сказал, что он детский. Он как раз... Они просто чуть-чуть опустились. Видишь, эта штука выше. Они были выше. Они просто просели уже. Вон еще. А вот там вот... Тут есть детские, короче. А есть взрослые, походу. Вон там вот взрослые повыше. Есть детские, пониже. Кабиночки. Кабиночки были с дверями. Огромный туалет, короче, какой-то просто фантастический. Так, а это... А это женский туалет уже. Тут уже без писсуаров. Тут чисто кабиночки. Чисто кабиночки. Здесь был стадион. И есть стадион. Сейчас постараемся на него выйти. Потому что это как бы его окраина. Лают, да, походу. А походу это там, ну, на медсанчасти они лают. Там, где мы только что были. Собаки. Собаки лают. В районе медсанчасти. Ну, если вот это вот у нас малосемейка вот здесь, то вот там вот, если пойти дальше по Семиходской, буквально, я не знаю, метров 300, то получится, там медсанчасть. И там лает собака. Собака, что вы сами понимаете, собака сама по себе лает не может. Сама по себе лает не может, значит, это патруль. А если это патруль, то очевидно, как раз он нас и спалил, когда мы, когда мы убирали. Вот. Так что вовремя мы оттуда сбежали, отвалили. Похоже на остатки, похоже на остатки крана. Да, это был кран, который на рельсах, он еще. Вот трибуны. Зайдем внутрь, наверное, трибун. На самом деле там на самом деле там там вот так вот. Фекалии и пустота, и разруха. То есть я не думаю, что стоит заглядывать во все эти двери. Не думаю, что мы там найдем что-то новое. Музыка. 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 Мы возле ПТУ сейчас, и я думаю, нам нужно обязательно в него зайти. Это Припятское профтехучилище. И опять мы встречаем следы животного. Братцы, ну это просто какой-то пиздец. Уж извините меня за мой французский. Просто пиздец. В принципе, такое наблюдается здесь везде. Куда ни глянь, практически в любой. Здесь все вычищено, конечно же, мародерами. Видите, буквально, куда ни глянь, трэш и угар. Второй этаж, по большому счету, выглядит так же, как и первый. Единственная разница, что здесь очень протекает все. Особенно это будет видно. Вот сейчас я покажу. Особенно это видно вот здесь. Особенно это видно. Вот видите, прямо лужи на полу. Из-за этих капель кажется, что кто-то тут ходит. А на самом деле это просто капают капли. Вот была аудитория большая такая. Лаборатория РД-участок ремонта переносной дозиметрической аппаратуры. Посмотрите, какой под все течет. Это скоро обвалится просто элементарно. Оно все прогнило. Здесь сплошная лужа. Океан. До самого конца. А тут даже идти не будем. Тоже большая аудитория была. Ну, лаборатория, точнее, вот как написано. Участок ремонта переносной дозиметрической аппаратуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова